ВИЧ – это проблема, которую нельзя назвать чужой. К сожалению, количество людей, заболевших этим недугом, растет ежегодно. Брестская область занимает пятое место в республике по количеству зараженных ВИЧ. Это около 8% от общего числа зарегистрированных на территории Беларуси. Много матерей, зараженных вирусом. Проблема стоит остро, а потому требует хорошей профилактической работы и плодотворного лечения. На учете стоит 132 ребенка, родившиеся за период наблюдения с 1987 года. Из них у нас 76 детей сняты как здоровые, а остальные наблюдаются нашими инфекционистными педиатрами до полутора лет. Мы видим, что ведение этой медикаментозной профилактики беременным и детям дает свой эффект, что у нас много детей, которые рождаются от ВИЧ-инфекционных матерей здоровыми. Хорошим способом для того, чтобы противостоять проблеме, является общая работа всех организаций, которые своей целью видят поддержание здорового образа жизни. Специально для этого на базе Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья был организован круглый стол «Подростки и молодые люди групп РИСКО. Инновации для результата». Главный проект, с которым познакомились участники – добровольное качественное консультирование и тестирование на ВИЧ для подростков и молодых людей групп РИСКО. Данная инициатива призвана укрепить профессиональный потенциал специалистов учреждений здравоохранения и общественных объединений по вопросам консультирования и тестирования на ВИЧ, а также содействовать совершенствованию методической базы, например, введению новых способов обнаружения ВИЧ-инфекции в организме. Тестирование на ВИЧ быстрыми тестами. Мы будем использовать быстрые тесты по слюне, которые позволяют уже через 15-20 минут сообщить клиенту результат. Этот тест по рекомендации Международной Организации Здравоохранения является самым мощным средством профилактики для тех, кто уже имеет рискованное поведение. Но при одном условии. Когда этот тест сопровожден качественным дотестовым и послетестовым консультированием. То есть в рамках этого проекта мы будем обучать медицинских сотрудников, проводить это консультирование, проводить быстрое тестирование. Программа рассчитана на полтора года. Реализация ее будет осуществляться в 10 городах, наиболее эпидемиологически неблагополучных в отношении ВИЧ и СПИД. Расширится сфера консультирования и оказания помощи тем, кто столкнулся с таким заболеванием. Первые результаты будут подведены буквально через год. Такое сотрудничество поможет укрепить межведомственное взаимодействие и партнерство государственных организаций и общественных объединений.